здравствуйте уважаемые ребята по вашим многочисленным просьбам мы сегодня не будем снимать обзор модели а будем начнем вам показывать сборку модели модель выбрали вот эту эта новинка фирмы восточный экспресс авиалайнер l 10 11 300 обзор у нас есть на канале ну начнем как это будет происходить я пока не знаю ну как-нибудь и произойдет восточный экспресс фирма довольно для сборки тяжелая поэтому будем собирать аккуратно долго и нежно начнем со сборки фюзеляжа будем собирать из коробки во первых согласно схеме до варианта дан всего один это компания дельта но и и будем собирать что я буду использовать для сборки это в этой серии это кусачки джаз мне понадобится это поклевка возьмем таме и возьмем я моделист фирма пинцет наждачная бумага обязательно разной зернистости и клей возьмем клей и револ с иглой и возьмем супер жидкий клей мистер хобби от гонзы еще понадобится нож нож у меня такой фирмы таме ну что приступим так это мы пока убираем это нам пока не надо будем собирать согласно инструкции как я сказал начинаем с фюзеляжа откусываем питателем и нам не нужны вкусом аккуратно чтобы потом можно было наждачкой все обратно это убрать не знаю как будет начать периодичности выхода данной сборки но надеюсь что это будет долго на и затянется комментарии к сюжету вы можете задавать свои вопросы либо как-то поправлять меня вдруг и как-то что-то косячу либо криво делаю как вы будете это происходить в интерактивной манере общения данной сборки да вот это облой мы сейчас будем убирать все это дело так смотрим что у нас итоге получается а итоге нам получается пилите шуры пилите они живутые потом будем подгонять 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 пока не подгоним эти стекления кабины видите да что нету иллюминаторов будь декали не страшно самом деле абсолютно сдуем пыль посмотрим что вышло вышло у нас уже довольно неплохо вот эти части еще не шасси с вами дообработаем будем сделать уже заднюю часть давайте мы доделаем это дело берем вот эту облой ненужный абсолютно интересный нажим сейчас побыстрее что вы прекрасно все прекрасную примерка друзья мои примерка здесь криво не доделал интерьер да но если мы так можно назвать интерьером красить мы не будем видны его не будет абсолютно поэтому можно же не заморачиваться если только вот эту часть вот посмотрим может быть когда буду примерять может быть и покрасим как-то так ну а давайте передней части к задней наворот части вот он задней часть вот она откусываю так вот и что мы делаем посмотрим мы будем смотреть что у нас задней частью получается задней часть получается уж само что и с передней надо все это делаем аккуратно зачищать подгонять друг другу две половины чем мы и будем сейчас заниматься так пардон уехал и как-то так здесь еще шпенечку берем то есть это страны тут и тут тут по шпенечку убрали мы с вами да здесь еще пройдемся прошлись так двигатель и метод и метод итоги итоги конечно плохо что направляющих нету то есть это придется дело вручную вручную регулировать как-то сжимать ну почему как-то как обычно собственно как обычно так что нам предлагают нам предлагают все это делаем собрать вот так поближе ну в принципе довольно неплохо здесь будет нужно будет все дело убирать ну давайте приклеим что там додалки ходить додалки мы не пойдем с вами клеем пользуюсь клеем правил одним из клеев он с иголкой с дозатором что очень удобно обильно проходим по всем так по всем местам где будем склеивать и прижимаем сильно тут немножко капнуло это не очень хорошо но не страшно посмотрите держим так откладываем эту часть пусть клеится все и мы трогать и больше не будем теперь вторая половина вторая половина что мы имеем во второй половине нормально все имеем во второй половине и прижимаем все то же самое держим пусть клеится а кто не знает у клея есть особенность такая когда им долго не пользуешься он засыхает носик чтобы его прочистить чтобы клей палился можно есть несколько способов один из них это подогреть зажигалка носик а я прочищаю такой вот проводчик туда продеваю и прочищаю и все и все так что если засохнет если клей не потечет да не пугайтесь после использования обязательно закрывайте носик специальным чехолчиком окей ребятушки убираем половины фюзеляжа они будут клеится будут клеится они долго а мы пока к чему мы приступим нам можно сделать двигатель но мы сделаем давайте крылья приклеим готовим крылья правая половина крыла так продолжаем делать крыло в принципе можно расклеивать здесь мы распакиваем подделаем да давайте клеить таким же клеем и цветы будем проходить видно нормально хорошо клей не экономим но и за рамки склеенных частей чтобы желательно не выходило опачки еще здесь вот кричу клейку добавим хуже не будет как-то как-то так как-то так аккуратненько нежненько прижимаем друг другу две половины выравниваем есть есть такие специальные штучки специальные для волос я ими люблю делать с резиночки и все следит в одном месте крыло было вот оно крыло сломанное шпаклевать вот нити потом мы жидким клеем пройдемся все это доклеем так что все очень просто так ну что все это откладываем переходим к клеему праву нежно аккуратно откусываем откусываем так так готово часть возьмем нижнюю половину так иногда ухожу ближе к себе поэтому вы не видите извиняюсь все franchину начали распределение когда склеим половины. Главное, чтобы вместо склея ничего не торчало у нас, ничего не мешалось. Как-то так. Как-то так, всё как-то так. Итого. Смотрим. Здесь ещё надо поработать. Угу. Ну чё, вроде как. Ничего так. Клеим. Ребята, клеим. Пальцем клей желательно не лезть, чтобы потом отпечатков не было пальцев на модели. Аккуратненько. Все части проходим. Ну, если не все, если каким-то образом он высохнет до склейки, мы можем потом супер-жидким пробежимся. И всё. Ну, так и будет, собственно говоря. Клей закрываем. Крылья половины прижимаем. Аккуратно и нежно. Вот так. Всё. Щелчок был. Отлично. Выравниваем. И хорошо. Ну, прекрасненько. Ну, и всё. Пусть сохнет. Сейчас прижмём резиночками. И всё будет хорошо. Так, отсюда. Сберём, потому что чуть-чуть мне больше тут их нету. Надо где-то поискать будет. Раз. И вот эта вот, вторая часть. Недова. Всё. Дальше подклеим. Убираем. Чё там с первым-то у нас? Вот здесь у нас такие получили щели. Супер-жидкий клей. Работает по-другому. Сначала мы две детали прижимаем. Нежненько, кисточкой. Дотрагиваемся. И клей сам бежит по всем капиллярам. По всем углублениям. Есть такой клей Утомия. Два даже клея. Один супер-жидкий. Второй супер-жидкий. С запахом лимона. Как я помню. Так. Надеюсь, всё равно придётся шпаклевать всё. Дело. Здесь всё это мне не нравится абсолютно. Мы всё это зашпаклюем. И потом пройдёмся наждачной бумагой. Всё это выровняется. И всё будет хорошо. Хотя и сейчас неплохо на самом деле. Но будет ещё лучше. Так. Остальное всё. Все места вроде проклеены. Всё нормально. Всё вроде хорошо. Давайте вот это место ещё, которое вот трещина в крыле была есть. Сейчас мы внутрь пройдёмся. Потом зашпаклюем. Трещину уберём. Но мне не нравится. Вроде пластик не хрупкий. Так. Ещё одно местечко здесь вот пройдёмся. И всё. Ништяк. Вот и крыло. После полного сыхания мы с вами прошпаклюем вот эту часть. вот эту часть. А здесь мы уберём наждачкой вот таблоидис есть. Выровняем крыло. Ну и в принципе всё. Здесь уже внутренняя часть крыла, которая крепится к фюзеляже, мы уже будем смотреть по месту, как он будет стыковаться. Здесь надо будет подчищать, подгонять. Будем подгонять, естественно. Пока фюзеляж у нас сохнет. Вот он. Сохнет. Наверное, даже ещё целый крылатным лаком пройдусь. Что-то не как-то ну не знаю. Посмотрим. Пусть сохнет. Здесь тоже будешь поколевать. Потому что данного соединения на прототипе нету. Вот это надо будет щель убирать. не нужно совершенно. Ну и что? Начало положено, наверное. Пусть всё сохнет. Получилось у нас вот правый полный фюзеляж, левый полный фюзеляж, левое крыло и правое крыло. Как-то так. Всё. Теперь всё сохнет. Потом будем всё это дело поклевать, убирать, ну продолжать работать. Но это уже в следующей серии. Пока.